Накануне отопительного сезона жители многоквартирного дома на улице Пролетарской областного центра оказались в западне. С их слов, управляющая компания, которая вела общедомовое хозяйство, обанкротилась. И они остались с проблемами один на один. Я уже покупала сварку сухую, замазывали. Бесполезно. Бинт краской мазала. Бесполезно. Течет и течет. Как только отопительную систему начали заполнять, Клавдия Сергеевна потеряла покой. Из худой батареи постоянно течет вода. Выливать из лотка приходится каждые два часа. Дозвониться до аварийных служб не получается. Пожилой человек не понимает, почему такое отношение к людям, которые платят за все исправно. Вот у меня эти витки, вот они. А сколько же получается в месяц вы платите за комнату за эту? Вот в этом месяце я заплатила 1770 и 249 рублей. Ну, считай, две тысячи. А зимой больше плачу. О том, что в доме много лет творится коммунальный беспредел, подтвердили и соседи-пенсионерки. И повели нас на экскурсию по бывшему общежитию. Я помер 10 лет назад, наверное. Платежки приходят до сих пор. В коридорах полумрак. Практически везде от повышенной влажности отошла краска. Кухня здесь совсем не место для уютных посиделок. Я хотел на прием к мэру попасть. Сказали, что к нему попасть нереально. Вот письмо напишите, он обязательно прочитает, даст распоряжение. В доме часть собственников, а часть квартир принадлежит муниципалитету. Управляющая компания с заботой об общем имуществе занималась без особого энтузиазма. В отличие от нанимателей жилья, собственники квартир радеют за то, чтобы навести порядок в доме. Для этого хотят привлечь к себе внимание городских властей и жилищного надзора. Сейчас ситуация сложится с данной управляющей компанией. В настоящее время она признана банкротом. Более того, нами подано исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о лишении лицензии данной управляющей компании. Также по данному дому направлена была информация в администрацию города Тамбова для проведения конкурса, соответствующего и назначения временной управляющей компании. Но информация о назначении данной компании в управлении, к сожалению, временной не поступала. А тем временем на днях снова придет платежка, по которой жители должны будут заплатить за управление и содержание общего имущества управляющей компанией, которой по факту уже нет. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Александр Щеднов. Область новостей.